Добрый день дорогие подписчики, с вами снова как обычно Михаил Игоренков, рад приветствовать вас на этом канале. Моя задача в этом выпуске рассказать, что я в итоге думаю по поводу мейн-ивента предстоящего турнира, и также я обещал дать прогноз на поединок Рафаэля Физиева и Брэда Риделла. В общем, мне есть что сказать и по поводу мейн-ивента, и есть что сказать по поводу Физиева с Риделлом, но прежде чем я перейду к ним, я хотел бы отметить некоторые нюансы. Я предварительно на этой неделе разбирал еще карт Беллатора и давал еще две ставки на турнир Бан Чемпионшип. Всего было три при матч прогноза, которые также я раскидал по всем своим ресурсам, и здесь хотел бы немного прокомментировать на самом деле эти ставки. Сейчас, 5 секунд, 5 секунд. Вот они, вот они, три ставки соответственно, да? Первое. На поединок с Темп Фаертекс и Риту Фагат я давал ТМ 4,5, сабнулись они во втором раунде, но здесь нюанс один. Изначально предполагалось, что это бой, как бы, в финале Гран-при он будет 5-раундовый, по крайней мере, Буки так предполагали некоторые, да? Но по факту поединок получился 3-раундовый, почему-то по формату One Championship, и из-за этого, например, те ребята, которые ставили в X-B, или где-то еще, получили возврат. Но на париматче данная ставка была рассчитана как победа, просто имейте в виду. Второй момент. Давал ТМ поединки Настюхина с Агидой Гусейна и Арслан Алиева, и, как бы, они ушатались, но ушатались в третьем раунде. Вообще, в целом, поединок, как бы, был очень смешной, на самом деле. Реально, со старту были опасные размены, жесткие попадания, но там сначала остановили, типа, из-за удара в пах, потом рефери не понравилась сечка у Настюхина, остановили, замазали, то есть бойцы, как бы, отдохнули немножко, да? То есть, постоянно рвался темп боя. И, ладно, хрен с ним со ставкой. Такая же тема продолжалась и во втором раунде. И, по факту, там, раза три, по-моему, останавливали из-за сечки, чтобы ее замазать Настюхину. Но это, если честно, достаточно смешная история. И, реально, в определенный момент, по-моему, Сайгид понял, что, чтобы победить досрочно и вообще победить, ему нужно, наверное, вырубить наглухо Настюхину, что, в общем-то, он и сделал, но еще раз повторяю, в третьем раунде. Как бы, расклад вроде был нормальный, но не фортануло. И самым, скажем так, огорчающим моментом это было поражение Кеоджи Харигучи в четвертом раунде досрочно. Если вы не смотрели бой, посмотрите. Потому что он был быстрее, он больше бил, больше наносил, у него было лучшее кардио, у него была лучшая борьба, у него была лучшая работа на земле, было все лучше. Он в одну калитку забрал три раунда, в четвертом раунде опять в очередной раз проведя тейкдаун. То ли послушав толпу, то ли просто моча в голову ударила, он решил встать и поработать в стойке, где выхватил просто, блядь, шальную вертушку в плане спинины. Ну, короче, вы поняли, да? Господи, у меня все вылетело из головы. Удар с разворота рукой, короче. Пробил он ему Петя с Харигучи, причем там сначала ногой ударил, потом спиннинг-щит закрутил с руки и попал. Удачно, и просто Харигучи падает на каут. Это еще раз я говорю к тому, что вы можете анализировать как угодно, вы можете бить 250 расправы, залетает лаки-панч, и все ваши ставки идут по пизде. Такова жизнь. Поэтому не вгружайтесь в события, какое бы оно вам уверенным ни казалось. И, в общем-то, знайте, что судьба может быть просто не на вашей стороне. Теперь давайте перейдем непосредственно к ставкам. Что касается поединка Робофонта и Жоза Алда. Опять же, я посмотрел взвешивание, посмотрел фейсофы. У Жоза Алды далеко не самая лучшая вешалка. Видно, что он изможжен, но в целом видно, что он нормально, вполне себе адекватно двигается. А вот Робофонт после сгонки мне, откровенно говоря, не понравился. Явно хуже, чем его дефолтное, скажем так, состояние в последние разы. В очередной раз я напоминаю, что здесь нет, как многим кажется, противостояния молодого бойца против старого бойца, потому что Робофонту 34, Жоза Алда 35. Не по факту одного возраста бойцы. И при этом, при всем, опять же, вспоминая 5 раундовое противостояние Робофонта против Коди Гарбента, где он, видя бой, а с самого начала этого поединка, перебивая своего оппонента, просто ссался лишний раз налажать на гэшетку, чтобы силы не потратить. То есть на 5 раундов он себя чувствует не очень уверенно, и в этом, скорее всего, у него не будет преимущества против Жоза Алда, если он будет стараться работать именно в таком темпе. По-моему, что Жоза Алда в свое время показал. Если ему позволять тоже работать в удобном для себя темпе, он может подраться хоть 250 раундов. Вот. Плюс оппозиция в последних боях у Жоза Алды, мягко говоря, поинтересней, как мне кажется, да? Вот. И, ну, почему-то, как бы, многие думают, что вот... Ну, многих очень сильно убедил в перформанс. Перформанс Робофонта против поединка против Коди Гарбента, и это как-то вот влияет, мне кажется, на их мнение. Ну, победа просто на Марлоне Морайсен в 2020 году, она не стоит вообще нихуя, потому что чувак просто в определенный момент, когда его покидает сила, покидает у него все быстрее и быстрее с каждым боем, он просто убирает... У него руки с клавой убираются, а в ФК режим делать ничего хочешь. Вот. Так что в данном случае Жоза Алды, опять же, на фейс-оффах мы могли сравнить, он не уступает по габаритам Робофонта, они вообще фактически смотрятся одного роста. Вот. Хотя, типа, здесь есть некое преимущество у Фонта. И в целом Жоза Алды выглядит более массивным. То есть привычного преимущества, которым привык пользоваться Робофонт, у него не будет. Так что, ну, как-то так, дальше думайте сами. Я считаю, что ставка на него вполне себе имеет место быть. При этом, если посмотреть, например, по западным БК, то на Жоза Алды в среднем дают, допустим, 2.25. Самый максимальный пример Драфт Кинг 2.35, 5-5 даймс 2.35 дает. Ту же самую, например, пинку можно прочекать. Сейчас, 5 секунд, я найду ее. Так, Жоза Алды, Жоза Алды. Например, в той же самой пинке 2.34. Ну и небольшое сейчас вниз пошло попадение, хотя оно апдейт 4 часа назад. Если мы обратимся к нашим БК, то, допустим, тот же самый париматч дает 2.5. Причем вот именно рост последний, там, с 2.35 до 2.5 произошел буквально несколько минут назад. То есть 2.5 коэффициент здесь, Марафон 2.27 дает, 2.3 дает Фонбет, и тоже здесь рост большой-небольшой произошел. И 2.22 дает Бетсити. Ну, я, естественно, заберу Жоза Алды, потому что, во-первых, он для меня в данном противостоянии боится, которого больше преимущества, Тарас. Во-вторых, как бы, да, даже за те же самые 2.2, 2.3 он был бы мне интересен, потому что я считаю, что это завышенный коэффициент. Но аж 2.5, блядь, не забрать. Ну, как бы, я много раз люблю проводить аналогии, когда, типа, ты играешь в покер, теханский халдем, тебе на руки приходят 2 туза, ты обязан играть с 2 тузами, потому что если ты с ними не играешь, если тебя, там, выдавливают с префлопа, там, ты, там, пасуешь и так далее, ну, значит, тебе нехуй садиться играть. Тут вариант со всех сторон завышенный, его надо забирать. Второй момент. Рафель Физиев против Брэда Ридела. На данный момент наши БК Ридел выступают андердогом. Ну, где как, например, на марафоне 1.98 на него дают, хотя здесь тоже рост пошел 1.9. Вот, 2.16 дает фонбет, 2.2.08 дает, соответственно, бетсити. То есть те БК, в которых я ставлю, которые мне доступны, где у меня живые аккаунты есть. Вот, Брэд Ридел 2.35. Если мы, опять же, посмотрим по западу, в среднем, да, то там коэффициент двушка. Буквально не так давно был 1.99. Тоже, типа, небольшой рост намечается. Если мы возьмем ту же самую пинку, которая является для многих индикатором, да, 2.01. То есть в любом случае 2.35, например, который дает тот же самый париматч, то, во-первых, самые высокие коэффициенты заступны для меня. Это раз. А, во-вторых, ну это, блядь, явно завышено, выше рынка, выше рынка, чем вообще в принципе дают. И это обусловлено не тем, что, типа, там, кто-то что-то знает, какой-то инсайт. Нет, просто, блядь, грузят на визи его. Вот и все. Потому что это, типа, наш пацан. Как бы здесь та же самая, во-первых, история, как и в поединке с Жозелда. Очень сильно завышенный коэффициент в нашей БК. Его нужно забирать. И я заберу. У меня вообще план какой? Вот я 2 ординара, соответственно, с коэффициентами выше 2-шки иду в бесплатку, забираю сам. И у меня еще есть 2 ординара, соответственно, в платку, которые при матче, да, как бы тоже нужно забирать, по моему мнению. Вот я их все, вот 4 ставки под одинаковые суммы все заберу. И у меня будет такой хороший пакет прогнозов. Хороший пакет ставок. И я буду, в том числе, и клиентам эти 2 ставки рекомендовать. Они просто какие-то вынужденные варианты. Это реально выгодные, как мне кажется, варианты. А теперь давайте просто стилистически прикинем, почему имеет смысл забирать Брэда Ридела. Ну, во-первых, они как бы оба бойца со схожим рекордом. 10-1. Если посмотреть, например, на их оппозицию, ну, плюс-минус она, знаете, там где-то пересекается, где-то схожая. Но, опять же, можно посмотреть, например, что же сам Ридел Мустафаева победил. Хоть и сплитом. Хотя сплит там, на самом деле, на бумаге нарисованный, да. А вот, например, Физиев проиграл Мустафаеву достроечно. Опять же, можно вспомнить, что на тот момент еще травма была не залеченной ноги у Физиева. И он, вроде как, был, типа, после достаточно такого, ну, не то, что перерыва длительного, но у него там были некоторые проблемы со здоровьем. Вот. Всякое, короче, здесь всякие нюансы могут повсплывать. Но, в целом, единственный более или менее адекватный оппонент, там, да, за последнее время, который выпадал Рафаэль Физиеву, это Бобби Грин. И то поединок получился достаточно смазанным. В данном случае Брэда Риделла оппозиция, я считаю, все-таки чутка поопаснее была, поинтереснее, да и в целом поражений, как бы, в UFC чувак не имеет. И самый главный нюанс, почему я буду забирать Риделла, объясняю. Вот сайт MMA Decision. Здесь, по крайней мере, можно отследить судейские карточки по тем поединкам, которые дошли до решения. Просто вот по порядку три боя, которые у Физиева доходили до решения. Вот. То есть, получается, Мустафаева проиграл, вот Рената Маякан в первом раунде выиграл. Вот три боя. Первый бой против Аликса Вайта. Достаточно проходной и удобный оппонент, где, соответственно, Физиев на карточках двух из трех судей одержал победу с счетом 30-27. А вот один судья третий раунд отдал Вайту. То есть, именно третий раунд. Это ключевой момент. Да, может быть, это спорно. Да, может быть, Вайт не наработал. Но третий раунд у кого-то вызвал вопросы. Далее. Мы смотрим поединок Рафаэль и Физиева против Марка Диакиси. Здесь, по поводу третьего раунда, уже у двоих судей возникли вопросы. То есть, двое судей отдали победу Диакиси в третьем раунде. Если мы обратимся к мнениям журналистов и их западных экспертов, то тоже подавляющее большинство отдало победу 29-28 Физиеву. То есть, третий раунд был под вопросом. И если мы посмотрим судейские карточки в поединке с Бобби Грином, то, опять же, по мнению, например, двух только судей, он забрал первые два раунда. Третий раунд отдали, соответственно, Бобби Грину. И то, как бы, да, многих вызвал вопрос вообще судья Джи-Джея Феррера. Типа, какого хера ты вообще ему третий раунд отдал? Потому что, опять же, можете посмотреть на запад. Там все заключения в одного эксперта, который дал ничью, третий раунд по факту отдали Грину. А кто-то и вообще увидел победу Грина. Теперь я предлагаю обратиться вам к запискам, которые, соответственно, у нас есть по решениям Брэда Ридала. Он может, например, не очень уверенно показать... Ну, с Маларки бой непоказательный. Можно взять, например, бой против Магомеда Мустафаева. Он проигрывает первый раунд, а далее он, соответственно, набирает и за счет кардио, за счет напора и так далее перемалывает оппонента и выигрывает этот бой. То есть третий раунд безоговорочно за ним. Берем его поединок против Алекса Десилова. Он получает некоторые проблемы в первом раунде. Дальше второй и третий раунд за ним. Берем, соответственно, третий поединок против Дрю Добера. Он проигрывает первый раунд. Дальше второй и третий раунд за ним. То есть стилистически бойцы друг другу, в принципе, достаточно удобны. Оба достаточно хорошие ударники. Как бы здесь не получится у Физиева, как мне кажется, там прям пипец-пипец выглядеть на голову выше своего оппонента. И при этом мы четко видим, что по кардио, по кардио, ну так вот чисто, да, глобально, Физиев уступает Брэду Риделу. Там, где у Физиева проблемы, у Ридела проблем нет. И я лично, как бы, всегда опасаюсь ставить на тех бойцов, у которых есть проблемы по кардио. То есть на что надеются те ребята, которые будут забирать Физиева, либо уже его забрали. Что он уверенно заберет первые два раунда и опять там, да, проебав условно третий, все равно выйдет победителем 29-28. А если во втором раунде что-то не задастся? А если он там, допустим, Ридел второй раунд сможет преломить, как это было неоднократно в некоторых боях? А если и вовсе Физиев не сможет там, да, перестрелять Брэда Ридела в первом раунде, он получится близким? Очень беспонтово ставить на бойца, когда ты понимаешь почти, что он со 100% гарантией проиграет третий раунд. То есть ты уже закладываешь в анализ то, что третий раунд он, скорее всего, проебет. И чтобы выиграть, ему нужно, соответственно, выиграть два раунда. И ладно, например, когда ты, допустим, рассматриваешь ставку на бойца, который обладает какими-то борцовскими навыками, он выходит драться против ударника, и у этого борца хренового карди, но ты понимаешь, что ладно, окей, два раунда залежит, третий раунд как-то отбегает, победит. Здесь два ударника сходятся. И возможно, что Брэд Ридел на данный момент самый опасный скилловый ударник, с которым вообще Рафаэль Физиев сталкивался в своей карьере. И ставить на него, и грузить на него, прогружать его до 1.55, ну это глупо, если честно, я считаю. Так что вот для меня два ординара, они достаточно хороши, чтобы я заиграл их сам, они достаточно хороши для того, чтобы предложить и вам, ну и, соответственно, я рекомендую забирать их, в том числе своим клиентам. Иногда бесплатку приходится выжимать, там, из поединка, типа, блин, ну я же говорил, что дам бесплатку на этот бой, пытаться что-то найти. Здесь искать ничего не надо. Здесь изначально бойцы имеют достаточно хорошие шансы, чтобы их забрать. И я бы их даже забирал по тем коэффициентам, которые дает Запад. Еще раз напоминаю, в среднем, в среднем на Брэда Риделла дают на Западе двушку, при условии, что он открывался за 1.77 по некоторым БК, я даже больше с этим коэффициентом согласен. А наши за Алды дают 2.25, в среднем по Западу. Наши БК, в частности, париматч, спасибо в том числе и их котировкам, которые они открывают, спасибо тем ребятам, которые прогрузили физиево с фонтом, мы можем забрать, соответственно, по гораздо более высоким выгодным коэффициентам. И даже если хотя бы один из них зайдет, в данном случае, если вы забираете только бесплатку, вы уже будете в плюсе. А если вы играете более или менее серьезными суммами, в плюсе, в принципе, неплохо. А на этом, в общем-то, все. Я с вами прощаюсь. Опять же, с чем-то согласны, не согласны? Welcome в комментарии. В описании под видео ссылка на чат, Telegram, там вся адекватная, активная аудитория сидит. Но опять же, по поводу чата, я во время трансляции, соответственно, веду текстовую трансляцию, то есть выписываю свои очки по раундам, описываю текстом происходящее, выкладываю какие-то гифки, нарезки, плюс на турнирах UFC всегда запущен голосовой чат. То есть те люди, которые впадло переписываться, вполне себе спокойно могут разговаривать голосом, слушать, общаться, делиться своим мнением, мыслями по ходу боя, по ходу лайва и так далее. Так что я на всякий случай напомню, что если поединок попал в бесплатный разбор, то и в лайве я, соответственно, да, свое мнение по этим поединкам буду высказывать открыто для всех. Как бы все остальное, оно либо в платку ординарами пошло, либо какими-то метками, либо я в закрытый чат в платку клиентам буду кидать по ходу турнира какие-то метки. На эти два боя все, соответственно, открыто будет. И при матче у меня все свое мнение высказал, и в лайве, соответственно, какие-то мысли будут у меня появляться. Тоже буду, в общем-то, вас информировать по этому поводу. Все. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok